Всем привет! Меня зовут Аля. И вы на моём канале Розани. Надо вспомнить Юлию и сказать, как она говорит. Пошла вода горячая. Всем привет! Канал мой, всё ещё. Но у меня в гостях мои любимые девочки, о которых я постоянно говорю. Ссылочки будут внизу. Единственное, у нас нет сегодня Юлии, но Юль у нас отдыхает в окрестностях, по-моему, Нижнего Новгорода. Вот, поэтому, Юлечка, тебе привет! И в следующий раз я надеюсь, что ты к нам присоединишься. В общем, мы долго думали, какую тему сегодня озвучить, и так и не придумали, если просто повязать. Да, если бы просто это был какой-нибудь прямой эфир в инстаграме, мы бы, естественно, спросили, но поскольку тут ничего не спросить... Так, давайте, быстро, три секунды. Какая тема? Откуда вы терпаете терпение? Терпение? Терпение. Не вдохновение? Или вдохновение? Вон, посмотрите на Олесю. Олеса, кто-то, 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 кто-то. Я бы сейчас промо спросила в этой ситуации. Решила. Жесть. Короче, Олеся сматывает лен, так вот для справки. Она сматывает в пять нитей, но так получилось, что у нее из одного клубка шестая нить присобачилась. В общем, она теперь пытается это все распутать, и я думаю, что как раз отличная тема, откуда вы берете терпение. Под конец можно увидеть, как Олеся сидит там. Медленно терпение. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Что ты думаешь, что так легче... О! Чудо! Ура! Так. Ну-ка, ну-ка, пошла вода горячая. Обалдеть! Как ты это сделала? Вытащила. Вот так. Главное, чтобы она обратно не зацепилась. Так, ну давайте пока мы думаем все-таки насчет темы, давайте мы покажем, кто что вяжет. Оксана. Я даю второй раз шанс, второй шанс пряжи от Виты. Это стопроцентная шерсть, я из нее уже вязала, когда-то пыталась. И мне не понравилось то, что в моточке там по 10 узелков было, ну не по 10, по 4, по 5. И просто в один момент мне просто все надоело, я распустила и оставила пряжу на подумать. Теперь взяла, вот вижу шапку, ну попробовать, не знаю, может быть она меня опять сбесит. Откуда мы черпаем терпение, да? Сколько она уже лежала там? Лежала, ну, наверное, год она лежала, то есть не так, что прямо очень долго. Я вдруг подумала летом, этим летом, что у меня шапок мало, холодно. Не, ну правда, я... Блин, а ты тебе вяжешь уши? Ну вообще, да, я подумала, что она будет отлично смотреться с моим темным пуховиком, такой цвет. Вот у меня пуховик такой вот. Летний? Как сказать, можно сказать, что да? И шапка стопроцентная шерсть. Ну, в общем, вот, я подумала, что мне нужна шапка и стала думать, что у меня в запасах. И вот как раз вспомнила именно про этот цвет и что почему бы не связать себе шапку из нее. И вот у меня петельки спали все. Да, она скользкая, ужасно, ужасно бегут петельки. Вот, поэтому год она подумала над своим поведением, я надеюсь. Не, ну узлов-то у нее не уменьшилось. Ну, я не знаю, видишь, я сколько посвязала. То есть, в принципе, я только начала. А так у меня моточки распутаны вот по таким маленьким кусочкам, да, там, где были мотки, я просто отрезала и все. Посмотрим. А сколько у тебя? Или 300, или 400 грамм, я уже не помню. На шапку должна хватить? Ну, нет, ну шапка со снудом. А, прям так? Да, посмотрим. Ну, посмотрим, хватит мне терпения на нее или нет. Может быть, может быть, нет. Может быть, мы узнаем в следующем видео. Да. Вообще, я хочу, я не знаю, честно это сказать или нет, в хомяка еще добавить проект, ну, пряжа старая, сделать очередным проектом. Вот это? Да. Да, и связать в рамках хомяка. А что ты ее не добавила? Ну, я ее сфотографировала, я просто еще в инсту не добавила. Ну, короче, кстати, по поводу вот наших таких посиделок, в видео про 10 тысяч подписчиков очень многие писали, что понравилось это видео прошлое, где мы сидели, просто смеялись и по сути... И смеялись. И смеялись, да. По сути, тема была про хомяка против жадности, но мы вообще про него ничего нормально, адекватно не смогли сказать. Поэтому решили, что сейчас даже нет смысла темы придумать. Ну, видимо, поэтому, наверное, может, как пойдет. Просто на американских вот этих всяких каналах по вязанию, там они же просто так сидят и болтают. Я знаю, есть канал, где там две или три тетки, я не помню, и они просто вот так вот сидят, вяжут, что-то там рассказывают. Мне кажется, это, кстати, неплохая такая, может, рубрика. Такая большая вазальная компания получается. Не, ну классно, когда зритель смотрит вместе с нами, да, как будто вяжет, смотрит видео твое и вяжет с нами. Да. Ну, по сути, как бы у меня такой смысл канала. На самом деле, после того видео я многим рассылала, ну, те, кто не видели, и очень многие, кто вяжет, особенно, говорили, классно посидели, вместе с вами повязали. Ну, такое ощущение, и, по-моему, очень здорово, что такое создается. Ну, да. У меня мама очень вообще любит мой канал смотреть. И вот мы, кстати, так только разговаривали с Оксаной, что Оксана своей маме скинула то видео. При том, что мама меня видит раз в полгода, в лучшем случае. И когда видит на видео, конечно, очень приятно. Мама, привет! Привет, маме Оксаны! Я думаю, что будет чаще это все. О! Ну, давай, ладно, давай, раз ты. Подождите, надо понять по длине она нормально. Нормально, да. Все. Нет, Олеся. Ну, давай, Эдар, ты уже взяла свою? В общем, эта шапка... Олеся Невечевская. Двусторонняя. Олеся мотает лен, да, поэтому эта шапка, она на машинке. Ну, кстати, первый раз, кажется, я целиком на машинке наконец-то дошла до вязания шапки. А пряжа это альпака. Да ладно, это нормально. Из улей остатки с палантина с... Бэби альпака, попрошу. Ой, е-е-е, ошиблась, блин, так думала об ударении, что про бэби забыла. Вот, это остатки серенькой с палантина с Петербургом, которую Аня так старательно рекламирует, и я еще раз прорекламирую. Вот, и... Где наша бумажка с этим? Реклама! Не подготовились. Нет, на самом деле вся эта реклама, она от чистого сердца, ты же знаешь. Особенно, когда сама про себя, так вообще от чистого сердца. А остальное это Мидара Хапсалу. Ну, японская. Ой. Почему японская? Почему японская? Эстонская. Она эстонская? Да, она эстонская. Ты же в Эстонии смотрела мне. Ну, в Эстонии Ализе тоже есть. Дофига, кстати. Эстонская, она тоненькая, 1400 метров в 100 граммах. Вот, и... То есть, одну половину я взяла в один слой бэби альпака, и в два слоя... Зла не слышу, зла не слышу! В два слоя голубенькую Хапсалу, не знаю... В два сложения? Да. В два сложения, да. В два слоя. А, ну как раз... А, два слоя, да. В два сложения, то есть тут два сложения голубой и одна серой. Да, покажи, ты, Господи, нормально. Вот так выглядит шапка. Вторая розовая половина, это два сложения белой, два сложения розовой. А, ну, кстати, чувствуется пар. Ну, она толстенькая выходит. Главное, не задеть микрофон. Ну, она толще, чем... Не, чувствуется, что вот где альпака... Она помягче, да, там. Она помягче. Она приятнее, да, гораздо. О, да. А белая, это что? Ну, белая с розовым. А, это всё попсало? Да, да. В общем, у Марина тут, получается, такие клинья на машинке она связала. Видно? Ну, я вот с одной стороны как раз только что дошила. Да, вот она дошила одну сторону. Хотела сначала руками всё это сделать на спицах. Вот, кстати, давай про терпение, расскажи. Расскажи души щипательную историю. Что терпения у тебя нет. Нет, оно есть, но просто... Если есть машина, просто нет. Но иногда его нет. Нет. Я начала на спицах. Ну, думаю, вот так классно, я сейчас буду просто вязать на спицах. Начала вязать на спицах, связала где-то столько. На спицах 1,75. Посмотрела, поняла, что вообще кривые петли, настроение плохое, петли плохие. И распустила всё к чертям. И вот за вечер взяла как бы и связала. А до этого неделю мучилась. Неделю? Ну, я так по чуть-чуть колупала её. А ты делала именно с альпакой, да? Ну, вот я прямо так взяла. Ну, всё, что у меня осталось. Просто у меня их осталось сколько? Там по 40 грамм вот каждого моточка. Не, не, не. На руках вязала то, что с альпакой. Да, вот прям вот так же. Блин, вот это такая жестковата. А это стопроцентная шерсть, да? Да, да. Ну, она как бы, я не скажу, что она на стиле, но она не стиранная, поэтому у неё ещё перетянута. Не распустили, не распустили. У неё перетянута один ряд. Да, видимо, там что-то застряло, перетянута. Ну, ничего страшного. Вот видно. Покажи. Всё, вот прям сразу в глаза кидается. А что значит? У тебя плотность другая была? Нет, но видимо... Там, видимо, нитка подзастряла, и она подтянула петли. Видишь, и тут вот борозда такая получилась. А думаешь, если постирать, это не растянется? Нет, это так и будет. На стирку надейся, да сам не плашай. И что, сейчас Марина будет распускать? Нет. Сейчас расчехлим, перевяжу Аню. Ещё одно видео снимешь. Может заодно, да. Может заодно поможешь мне рассчитать для двух изделий что-нибудь. Ну, петли там, чё как. Вот шумок. Нет? Для шарфика не вопрос. Стоило просто попытаться. Нет. Да я что-то последнее время... Этой мне... Всё время боюсь называть... Мнемосина? Зина? Мнемосина. 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 Да. Ну, не знаю. Мне кажется, вроде всё-таки там нормально получается. Но я не дружу с твой криками вообще. А расскажите тем, кто в танке, что это такое? Ты в танке? Да? Думаю, не только я. Так, подождите. Я сама как бы не так давно тоже... Нет, я на самом деле думала, что знают об этой мнемосине все. Это сайт... Об этом сайте я узнала от девочек с канала Сани Ницца, как раз когда мы вязали пресловутый мой мужской пуловер. Ну, в смысле, не мы все вязали мой пуловер, конечно же. Почему вы и нет? Блин, я думаю, что придётся нам всем вязать его. Короче, мы тогда вязали... Был первый, по-моему, их совместный проект, да, мужской пуловер. Это как раз тогда, по-моему, именно Маргарита вот показала, что вот есть такой сайт мнемосина. Там смысл в чём? Там есть выкройки стандартные, разные, там, мужские, женские, детские, там, ну, и, соответственно, разные модели. Там, не знаю, вточной рукав, прямой, спущенный, ну, короче, вот это вот всё, разная горловина. И там просто подставляешь плотность вязания, подставляешь свои параметры, и он тебе, ну, нажимаешь кнопочку там рассчитать, он тебе всё это рассчитывает. Ну, по-моему, удобно, особенно для машинки, ну, как бы, зачем вот это лишнее вид? И там есть ещё мастер-классы для машинки. А, да? Да, там есть мастер-классы, я вот, ну, что-то лазала, лазала, там есть мастер-классы. А где? На мнемосине. А мнемосине-то что? А что это ещё? Да книжка. Я думала, что это... Ты туда в книжку вписываешь, нажимаешь кнопочку. Ну, ладно вам. Я думала, что это типа Excel, а туда вводишь там эти циферки у тебя. Нет, ну, там как бы по факту получается как Excel. Ну, что значит Excel? Он рассчитывает, он тебе говорит, как бы, ну... Нет, ну... Он же рекламный, он говорит, как тебе делать убавки. Ну, в каких убавках. Сделай убавки. 300 метров, повернусь. Да-да-да. Нет, ну, по факту так и есть, конечно. Нет, ну, короче, это сайт, я думала, что это программа. Не-не-не, это сайт. Но единственное, он не работает нормально на iOS, то есть нужно устанавливать... То есть в Safari на iOS он не работает. Ну, вообще в... Нет, на iOS он работает в известных широко используемых браузерах, он не работает. Да, нужно как-то там... Нужно с флэшем искать. Там нужен флэш и... Рома, Яндекс и все остальное. Нет? Да ладно, да. Какой-то... Помнишь, я говорила, нужно скачивать специальный... С пингвинчиком? С пингвинчиком, да. Браузер с пингвинчиком. Не знаю, как он называется, на мнимосине это написано. В общем, по-моему, он так и называется, пингвин. Ну, было бы логично просто. А потом не придут, не арестуют за использование. Десять в черных полумасках. Кто? Мордой в пол. Просто такие всякие мероприятия страшные, нужно провести. Конечно, оно же там тебе все само считает. Да вообще. А ты бесплатными пользуешься. Так сайт-то бесплатный, ты же можешь с компа зайти нормально. Ну да, просто... Он просто не работает, но я на планшете пыталась там что-то сделать. В смысле? Ну да, да, да. В смысле, через хром-то можно на компьютер зайти? Да, на компьютер все нормально. Я же сказала, через айлос. Был установлен и все. Я через раз слушаю просто. Да я уже не заметила. Так, по мнимосине понятно, да? Так вот, там мастер-классы, и я случайно нашла как раз-таки мастер-класс на носке. Мне кажется, вот он от тебе. А, это там было? Да. И там прям куча фоток, ну подробненько все написано. Конечно, я уже только что связала носки, и мне было пофиг все. Более того, мне нужно было обязательно самой их связать. Марина вообще монстра, она связала носки на машинке. Я за ней повторила. А Олеся за ней повторила. Причем они связали носки после того, как мы с Оксаной обсудили, было бы неплохо связать носки. Ну я понимаю, что мы бы носки вязали вместе. Во время того, как вы обсуждали. Да, во время того, как мы обсуждали. Точно, во время того, пока мы обсуждали. Это было минут 15, наверное. Ну а сколько? Два суток. Ну полчаса точно. Плюс мне еще было счет. О, полчаса, да. Ну это один носок. Не, ну было примерно так. Ань, давай свяжем носки. Аня, давай, Марина, через две минуты. А я связала носки. Да, так и было, реально. Марина, да. И я такая, я же не хочу вязать носки. И именно поэтому, потому что я не хочу вязать носки, я купила в Таллине аж три пряжи носочные. Чтобы вы еще больше не хотите взять носки. Кстати, на машине это не сложно. Да, да, да. Я у тебя не посмотрела пряжу из Пурлессанса носочную. Пурлессанса носочную. И Таллинскую покажи. Как раз пока... Таллинская сегодня будет 8 часов вечера. Там и посмотришь. Нечего тут щупать пряжу. Ну давайте, рассказывайте, что Оксана... Ой, Олеся делает. Олеся мотает. Сходит с ума. А ты на жилет так же делала? Да. Причем я пожалела об этом. Почему? Потому что ты сам держал его практически. Пощупай его. В смысле он огромный или что? Тяжело его даже уже держать в руке. А-а-а. Тебе еще где-то столько же, да? Не для слабонервных, да. А ты для... Ну потом вязать удобно из такой штуки, если надо во много нити. Да, прикольно. Не вижу. Потому как он... Вот. Спасибо. Катается. Ну блин, он прикольно, конечно, смотрится. Красиво. Хорошо для фотографий. Все. Вот еще, ты пряжу покупаешь для того, чтобы фотографировать. Нет, вот. Аня об этом. Я вот об этом. А-а-а. Я думала про это. Ну, это тоже. Это тоже, но неплохо. Блин, ты что делаешь? Ты что делаешь? Я верну, я верну, не переживай. Я верну, все хорошо, все хорошо. Я думала, она станет крупненькой. Тихо. Я так много раз сделала с малабригой, не переживай. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Приходилось перекручивать много раз. Не видно. А я тоже думала, я тоже хотела так сделать, а может что я не сделала. Я тебе сделаю. То есть она не кругленькая что ли? Нет. Это ж пасма. Ну так и так вот выкручиваешь его. И что? А как? Так вот так по кругу. Тихо, тихо, тихо. Микрофон. Не, почему? Она уже на фотке. Только не трогай, не нажимай на кнопочку. А почему ты из них? Ну мне кажется, это вообще нереально неносочная пряжа. Она такая мягенькая, она протрется сразу. Нет, это те, которые нитки, связывающие. Вот из такой пряжи тонются нежнятинки, носки. Нет, это слишком. Мне тоже кажется. Это носки на один раз. Это прям шапка классная будет. Такая двойная, кстати. Она такая нежная. Сейчас мне нужно сделать лицо Дэвида Блейдена. Может реально шапку? Правда, но это конечно. Слушайте, блин. И будет тепло. Прямо из двух цветов. Да, да, да. Вот, смотри, пример. На машинке. Не, ну я хотела носки. Мне кажется, жалко такую. Суперфайн вошь. Файн супер вошь. Мирина вулл. Понятно? Будешь стирать машинку. И что, там даже нет никакого синтетики? Машин washable. Дай. Нет, 25 не вулл. А, есть, да? Конечно. Это же носочная. Не, ну правда, жалко. Мне, кстати, нравится, что они перекликаются по вот этим меланжевым штампчикам. Вот и вяжи двустороннюю. Ты все равно носки не вяжешь. Тем более, с такого вязать носки это преступление. Ну да. Такая лягучка. Ты их по скидке покупала? Нет. Они у меня еще дорогущие. Золотые носки. Да? Да нет. Да, да. Золотая шапка это хоть не так обидно. А, вот золотые носки как-то. Шапку хотя бы все видят. Не, ну там евро шесть. А то придется пять или шесть стоит. А то придется ходить на работу в носках и босоножках. А это вы все видели. А может это стильно? Нет? Это не стильно? Вообще стильно, да? Стильно, да. И сейчас вяжешь один одним цветом, а другой другим. У тебя, кстати, сколько пар босоножек? И сколько раз ты за лето их одела? Без носков их не одеть. Как ни странно, у меня босоножек много. Вот у меня тоже много. И я еще две пары купила. Конечно, покупаешь, покупаешь и не носишь, потому что... Нет, я в этом году специально не стала покупать босоножки, потому что я поняла, что я их не ношу здесь. У меня босоножкам пять лет, и с ними вообще ничего не случается, потому что одеваю один раз за лето. Вообще, на самом деле, мы когда собирались, мы хотели поговорить про... Литературу. Литературу. Вот. Но я уже понимаю, что у нас уже двадцать минут. Да. А ты еще не сказала, что вяжешь? Сорок минут. Угу. Я думаю, кстати, можно снять еще одно видео. О чем? О литературе. На будущее. На будущее. На будущее. Да. Давайте, короче, мы сейчас закончим болтовню, ну, минут через десять, и снимем новое видео. И ты расскажешь, что ты вяжешь. Да. Нет, я сейчас расскажу. Ну, можно. А про Олесю. Кстати, Олесе там следующая была. Олесе мы сказали, да, что она пытается смотать... Саубербаль. Бол. Ну, это, да, такое... Это моя фишка теперь. Да. А что, классная фишка. Вот. А вообще Олеся будет вязать... Что? Свитер летний. Летний свитер, летнюю шапку летнюю варежки. Да. Ну, и злина же. Да. И он будет оверсайз, да? Да, свободный. Достаточно свободный. Вот. И, собственно, из этого... У тебя уже образец есть? Нет еще. А ты будешь его делать? Конечно. У меня для этого есть вот такой. Боже мой. Это ты его с конца начала? А, нет. Это я пыталась смотать по-другому. Вот столько смотала, и все у меня пошло. Парахом. Что-то пошло не так, да. Что-то пошло не так. Вот. А я вяжу из холстгарна.. Свитер. Свитер, да. А что-то он у тебя не широкий? Нет. Такого нельзя говорить. Дай, да пробега вяжет. А то еще мало распускать. У нас, слушайте, реально дико... терпение вязание можно правда про терпение получился виду может он должен быть таким нерально обойтись просила я ведь не утверждаю 20 на 20 сантиметров больше вот так так и надо но у тебя 2 . нарываешься я же сказала мне надо докупать да и но был нет на другой они на свитер на шапку я еще мужу хочу связать не шапку свитер из этого же только в две нити зачем ты вяжешь ему два свитера которые не свяжешь а ты не боишься проклятия нет он же уже не молодой человек он не будет уже никуда не день на самом деле это не работает на самом деле тут кто кто-то где-то увидела короче по интернету уходит в инстаграме в частности такой прикол типа свитер проклятие свитера бойфренда что-то такое и что там в чем прикол что если ты начинаешь ввязать что-то бойфренда то он у тебя пропадает из твоей жизни у меня на самом деле наоборот как только я говорю что я свяжу свитер мужу у меня просто все про пропадает свитер но блин я и кстати не у меня у одной у кого вот кто из вас кроме олеси связал нормальную мужскую вещь а до юля юля тоже не с первого разу и очень страдала юля да тоже это было не залазим свитер в смысле один распустил а второй у меня муж дома в нем ходит почему он дома ходит расскажи что пошло не так все это у меня жалко чтобы я распускал видишь что тоже второй свитер я буду его носить нет кстати я связала мужу один и он его носит я синий же да 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 из дропс коттон ирина все левит исчерпан ну да да ты еще одну хочешь это она хочет оправдать свои покупки пряжи что она и покупает не только для себя дать я открою секрет мне надо делает просто признать и я вот куплю 1 2 2 . для ряжи куплю дофига нет наоборот мало все тебя одна губинка зона она самая большая стоит и дали тоже вязала ему свитер до водки да да вот из пряжи ральф лоран очень добрый получился прям аж альпака мохер и шеи из этого из тоже победишь да из нашей причем не еще для себя такая же припасена только в зеленых тонах это вот это удивительно ну да у тебя это примадонна похожего цвета ну она больше серая видео короче как всегда продуктивная вот но я надеюсь вы просто провели хорошо время мы попробуем на следующее видео все-таки снять по теме она тут у нас в ходе разговора все-таки дозрела наконец-то и наверное через еще недельку вы увидите следующее видео вот или нет а пока я вас благодарю за просмотр и мы с вами прощаемся и увидимся в следующий раз пока